Всем привет! Сегодня я расскажу и покажу, как приготовить очень вкусный и интересный торт Монастырская изба. Как всегда, любое блюдо, в котором есть тесто, мы начинаем готовить из теста. Я в миску насыпала 1 стакан муки. Можно взять сразу 2. И сейчас буду заливаться маргарином. У меня сливочный маргарин. 250 грамм его нужно. Я его немножко приморозила, чтобы он был твердый и было удобно с ним работать. И его можно кидать сюда в муку и так вот ножичком изрубить так тонко. Ну, я возьму и натру его на терке. Так, сверху посыпаю еще одним стаканом муки. То есть это уже второй стакан. И вот нужно, да, вот так вот все расселить, немножечко все перемешать. Все, перетираю маргарин с мукой. Второй стакан. И можно уже добавить и третий. А вот уже четвертый стакан муки будем добавлять постепенно. Скажу, этот торт давно таки у моей семьи никто не готовил. Помню, наверное, уже где-то года три назад мама его выпекала. Был очень вкусный, но почему-то мы про этот рецепт забыли. А вот что-то мне вот брат пришел и говорит, что хочу вот такой вот торт. И вот я решила его сделать. Давно, как его у нас давно не было. Можно вспомнить детство. Также сюда уже в тесто я добавляю щепотку соли, немножечко. Сахар я добавляю, потому что у меня сладкая будет вишенка. И стакан спитады. Все, можем завешивать тесто. Тесто я вымешала уже, но я вам скажу, довольно таки трудоемкий процесс. Ну ничего, и не с таким справлялись. Так, опять-таки посыпаем мукой. Кстати, у меня здесь ушло три стакана муки, а по рецептуре у меня писало четыре. Поэтому тоже не спешите. Сначала добавьте меньше муки, а потом уже и побольше добавляйте. Я больше добавлять не буду, потому что у меня тесто довольно-таки пружное, но хорошее. Я чувствую, вот как оно к рукам. Ну, в общем, мне нравится. Можно мукой присыпать. И разделить, нам нужно его раскачать и разделить на 12 ровных полосок. Можно много кто еще делает. Например, отщипывает равные 12, делать на 12 частей и отдельно все раскатывать. И я сделаю один пласт и разделю тогда уже на пластинки такие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Вот у меня получился вот такой вот большущий пласт. Толщина теста примерно 2-3 миллиметра. И нужно разделить, я дам его на 12 частей. И тоже нужно стараться, чтобы были примерно одинаковые они. Так, и дальше. У меня есть вот такие вот вишенки, которые были закрыты без косточек в собственном соку. Довольно-таки сладкие, поэтому и тесто не сладкое. И вылаживаем вот так вот ряд вишенок. И вот теперь аккуратно нам нужно наши вишенки здесь вот так вот слепить. Сделать вот такой вот рулетик. Я тоже закрываю и здесь краешек, и с этой стороны тоже. Все, вот первая такая трубочка готова. И так делаем 12 штук. 6 штук я уже выложила на противень, который заселила бумагой. И отправляю в духовочку, разогретую до 200 градусов. Итак, первую партию вынула из духовки. Духовки стояли, они у меня 20 минут в разогретую. Все, когда наши трубочки остынут с вишней, можно приготовить крем. Для крема нам нужны пол-литра сметаны. В сметане уже жирность выбирайте себе по вкусу. Кто уже на что рассчитывает. У меня всегда хорошая, жирная, домашняя сметана. И сюда к сметане добавляю стакан сахара. И по желанию, если хотите, можно добавить ванильного сахара или ванильного эстракта. Я немножко добавляю ванили. Перемешиваем. И, в общем, разбиваем крем. Ну вот, получился у меня такой густой, хороший сметанный крем. Воздушные такие вообще супер. Так, нам нужно готово совсем-совсем чуть-чуть смажу кремом, чтобы наши палочки не скользили. Музыка. 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 Ну вот, в принципе, и все. Наш тортик готов. Осталось его только украсить. И я отправляю его в холодильник. Ну, хотя бы, если есть время, на 3 часа. Если же нет, на ночь, как минимум, будет очень вкусно. Я отправляю в холодильник на ночь. Ну вот, наконец-то настало уже утром. Мой тортик пропитался. И давайте посмотрим, что там у нас получилось. Крайний такой кусочек. Вот так вот получилось изнутри. Ну вот, в принципе, и все. Такой вот вкусный, нежный, хрустящий торт готов. Если же вам понравился мой рецепт, подписывайтесь на мой канал и оставляйте свои комментарии. Всем было вкусно, просто и полезно. До новых встреч! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok